Оу! Какие люди! Всем здорово! Добро пожаловать в очередной 3-й обзор! Заходите, не стесняйтесь! Погнали! Снова здравствуйте! Сегодняшний выпуск я бы хотел посвятить истории одной из самых распространенных фирм в мире страйкбола. Может, угадаете? Нет? Ну тогда, вот вам несколько подсказок. Первоначально фирма выпускала приводы по своим собственным чертежам. Вся ее выпускаемая продукция была похожа на гипертрофированные игрушки. Свои схемы приводов, свои аккумуляторные батареи. Все, все, все свое. Но успех компании так и не приходил. Как производитель, она зарекомендовала себя крайне плохо. Ее имя было нарицательным в мире страйкбола. Время шло, фирма угасала. Пока главный китаец не сказал «Все, хватит!» Ну, точнее, «Уйо и хватит!» Убежал в соседний магазин, купив пару приводов от Tokyo Mura и Classic Army, он приволок их в мастерскую. А случилось все это в не столь далеком 2008 году. Именно с того времени фирму стали узнавать и даже признавать. У многих продвинутых и начинающих игроков название этой компании до сих пор вызывает отвращение. Но все больше и больше народу могут заявить. Зато дешево и сердито. Даже многие модели именно этой компании стали легендами. Я говорю о компании CIMA. Да, именно в 2008 году компания приступила к выпуску копий приводов известных брендов. Именно с 2008 года продажи компании стали расти. Они начали использовать материалы более качественные, а в частности металлы и пластики. Скорее всего, многие из вас наверняка держали в руках легендарный Glock 18C от фирмы CIMA. Электроглок. Кстати, я когда-то давным-давно делал обзор на него. Если хотите посмотреть, жмите вот сюда. Все, кто захотел, нажали на эту ссылочку. А мы тем временем продолжим. С тех самых пор продукцией компании пользуется каждый второй игрок. Почему я это все вспомнил? Потому что в мои руки сегодня попал настоящий раритет. Знакомьтесь. ЦИМА 023, CM023. Цельнопластиковый привод на гирбоксе второго поколения. Это модель оружия MP5 Navi. Нет, не эти Navi. Вот эти Navi. Как я уже сказал, привод цельновыполнен из пластиковых деталей. Даже его гирбокс пластиковый. Вот подтверждение, вот фотографии. Магнит тут держится, только если его примутать изолентой. Аккумуляторная батарея находится в целье. Она очень легко доступна, находится внутри и очень сильно болтается. Настоящая погремушка. Внимание! В этом приводе используется аккумуляторная батарея на 4,7 вольта. Емкостью 500 мА. Это даже меньше, чем в вашем электроглоке. Для того, чтобы показать вам, насколько этот зверь опасен и агрессивен, я прямо здесь продемонстрирую на собственном болевом шоке, так сказать, действия этого привода. Исходные точки. Берем привод по гремушку. Что там берем? А, берем магазин, наполненный шарами. Возможно, вам будет увидено. Вот. Да. Пишем предупредительную надпись. Написали. Вставляем в магазин. Переключаемся в режим автоматического огня. Нет, не стреляем себе в глаз. Одеваем очки. На всякий случай. Хотя, я думаю, они бы нам тоже не понадобились. Но все смотрим на надпись. И начинаем стрелять себе в руку. Ну, как бы... Один выскочил из ствола. Делаем выводы. Данный привод не опасен. Что я почувствовал? Я почувствовал, что по руке кто-то шлепает. И шлеп, 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 шлеп. Все. Это все, что я почувствовал. Но, несмотря на это, нам все равно стоит испытать этот привод в поле. Берем наш привод. Вот здесь находится кнопочка хоп-апа. Мы переводим его в крайнее положение. И начинаем безудержную стрельбу. Делаем он чуть поведнее, чтобы было. Ну, в общем, видно, что при массированной стрельбе, активной стрельбе, хоп-ап пытается передвинуться на свое исходное положение. Крайне получается правое положение. И вновь добро пожаловать на мой импровизированный полигон. За моей спиной уже, по традиции, находятся несколько мишеней в виде воздушных шариков. И сегодня мы попытаемся сбить с помощью нашего зверя Ацима 023 MP5 Navi. Ну, что, давайте посмотрим, что можно будет сделать. О, мой бог! Походу, придется целиться по струе. Не, это просто надо видеть. Здесь нет даже 40 метров в секунду. Честно говоря, здесь 10 метров в секунду. Возможно, он настолько плох из-за того, что он уже старый, как дерьмо мамонта. Но я вам просто сейчас покажу эту струю. Это просто надо видеть. Пока не сел аккумулятор этого дикого зверя, я вам хочу показать, насколько он может быть опасен, ну, в очень плотном бою. Пойдемте за мной. Делаем выводы, господа. Данный привод вообще не пригоден для ведения игры. Потому что скорость у него, ну, от силы, ну, 10 метров в секунду. Ну, 20 метров в секунду. Ну, это все, на что он способен. А-а-а! Скупая мужская слеза стекает с моей щеки. Привод. Говно. А на этом у меня все. Или почти все. И не забываем подписываться на канал, оставлять комментарии, а также ставить пальцы вверх. Они мне очень нравятся. И я вам за ним очень благодарен. Посмотрите мои предыдущие видео, если вам интересно. А я сделаю вывод на сегодняшний день. Данный привод дерьмо. Леговато. Ну, что, у нас есть пиратская бомба. И надо быть аккуратнее. Фитиль очень быстро. Ну, что. Давай еще разок. Главное, это оперативность. Ну, что. Давай еще разок. В правую руку. Вверху тросит. А это влевую руку. Тихо. Ладно. Она тоже не взорвалась. Я нашел ее, короче. У нее просто потух фитиль. Я думаю попробовать еще разок. Если меня оторвет руки, считайте меня коммунистом. Внимание. Это может быть опасно для вашего здоровья. А также для моего здоровья. И для здоровья всех остальных. Давай, давай, давай. Еее! 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 Субтитры сделал DimaTorzok